я приехала на пасху решили разрешить лавру и другие храмы звонить колокола подходим в монастырь и конечно я вижу вот все это все это красоту монастыря который никогда не закрывался я как-то он в мою сторону смотрел а я таких глаз никогда не видела в жизни я поняла что это человек очень необычный отец юан он был как мужская как как покровитель всех которые находились монастыря ему дали такой как бы помещение он был очень маленький тесный и душный и все его все называли его душегубка гаврюша меня вылечил у меня был был болячка а меня гаврюша вылечил то есть он имел ввиду духовное в духовном смысле от сечения воли это дело очень непростое там это до костей уже все идет если уже так до конца я я всегда считала себя христианки да то есть я не никогда не не отошла от такого как бы признание христианства христа но просто мало знала ну я думаю что тоже через литературу читала русский я очень любила русскую литературу но особенно достоевского и я думаю что это положило некое основание у меня в душе потом училась здесь в русском языку когда была в университете и я думаю что православная вера это такая она вот вера сама человека находится с ищет если если какой-то отклик есть в сердце ну какое-то стремление внутри человека то господь это устраивает так чтобы это раскрывалась в какой-то момент на я конечно но видела здесь храм и мне конечно тянуло я смотрел это заходила в церкви и мне это все поражало вот эта красота который присутствует в храме церковное искусство иконы иконы конечно они всех всех затрягивает очень много людей я знаю которые как-то но прямо говоря что через иконографии через иконы они как-то пришли к вере потому что иконы они сами о себе говорят и вот человек интересуется начинает хотеть знать больше больше об этом почему у них такой интерес ощущение и но еще где-то нам наверное 8 лет прошло перед тем как реально сталкивалась с православием но уже форме гид который я могла бы воспринимать это когда я жила я жила уже в сан-франциско и у меня были старые друзья которые были в некий секции я тоже с была когда училась потому что особенно в то время студенты все время ищут что-то но в россии вот молодые люди они очень счастливы потому что они всегда могут вот в этих поисках хотя бы в храм зайти что-то могут интересоваться то что это может первый уже от в очереди а там его не было это стоять ничего не знала не было такого поэтому мы искала в разных местах и я их знала там в индиана и в шикаго где я жила а потом они некоторые из них они переехали тоже в сан-франциско и я переехала туда и жила в одном районе но они мне в этом потом сказали что они сейчас уже начинают потихоньку переходить в православную веру я мне пригласили в этот монастырь как раз плотина послушать лекции и на службу ходить но я так и сделала мы поехали с ними и я я поняла сразу ну то есть как будто все сошлось вот все мои искания и вот все в чем я интересовалась и вот то то что я находила в русской литературе там я уже поняла что это это исходит из православия я конечно очень хотела все сразу сразу крестилась потом я думала сейчас будет крестить потом добыть читать конечно надо было делать немножко по-другому но никто меня не препятствовал так дело потом сразу думала устала тяжело просто быть на работе на на свой там в сетской жизни это все оттекотило хотела все время опять хотела монашество да думала монашество но потом тоже как-то остановили да то потом это все сказали рано и я решила что вместо того чтобы просто бросать все и уходить монастырь я забыла об этой об этой идее и поехала в россию просто пожить в россии и еще это был советский союз по сути дела то есть еще не было распасы распад советского союза конечно то что я видела то тогда уже нет можно сказать но я тот в тот год когда приехала по моему первое время за очень много лет я приехала на пасху решили разрешить лавру и другие храмы звони в колокола и но просто такой подъем был огромный то есть люди были все которые были верующие все вот очень воодушевленные чем много молодые девушки которые ушли сразу в монастыри и ну там на очень тяжелую работу и конечно это все было мне очень интересно как раз в этот момент вот я привезла ботинки мне просили сан-францисус привезти ботинки для одного священника дали меня телефон своей сестры я позвонила сестру и она сказала ты сама моя тебя возьму с собой и ты сама передаешь это было как раз отцу адриану старцу и это было его духовное чадо и поэтому я вот первый раз когда приехала в печоры вот первый как бы священник с которым я имела какой-то разговор это было как раз отец адриан но я скажу так я когда приехала в печоры я помню был поезд который ездил это тайландский поезд приехал можно было прям в печорах высадить но очень рано утром там пять часов утра что ли поэтому это было как раз на день жен мироносцев и мы ходили по моему пешком из вокзала я просто помню такой такой лирическая такой цена везде дым идет из домов потому что еще немножко холодно там весна ранее я смотрю ну трудно передавать такой передавать такое впечатление такой маленький город все дома такие деревянные все топятся печками люди живут может совсем друг в другом мире это все конечно уходит к сожалению то там такая простота была быту ну так как деревенская жизнь и мы ходим там такой полумрак и вот этот дым идет такой запах приятный подходим в монастырь и конечно я вижу вот всех все это красоту монастыря который никогда не закрывался я уже насмотрелась но то есть я видела в москве такие ну полуразваленные так такие ну вот это мерзость заступить за запустение а там все светится и но чувствуется что там такая благодать и мы попали мы пришли прямо к началу ранней службы и как раз служил отец адриан я посмотрела то есть я где-то там стояла очень много народа там набита битком и я смотрю я посмотрела на него я как-то он в мою сторону смотрел а я таких глаз никогда не видела в жизни у него было необыкновенные глаза они были на прямо как как стрела на тебя смотрит и какие-то глубокий ну как это объяснить но необычные глаза у обычных людей таких нет то есть такие проницательные и после службы тогда было сложно для монахов просто выходить в город и я сразу попала в такую группу его чада но одни там пожилые женщины молодые девушки которые-то переехали туда переехали туда я они мне вели в воде в один дом где его духовная дочь жила и мы садились там побеседовали и он конечно стал мне рассказывать какие-то там свои из своих прошлых я поняла что это он человек очень необычный но я и у него сразу исповедовалась и он мне благословил вернуться но я как как смогла я как могла я вернулась там что что интересно это целая обстановка была я не знаю что-то осталось от этого но вокруг отца адриана было очень много людей которые были бесноваты и они переехали в печоры потому что они ходили на на отчитку он отчитывал раз в неделю но иногда это был как бы общая отчитка и иногда он как бы персонал на ну то есть отчитывал он принимал людей у него была маленькая кель ему выделили то что он жил в кили но ему дали такое как бы помещение он был очень маленький тесный и душный и все его все называли его душегубка сидишь там часами он он же старец он не торопился с людьми если надо было никогда не я думаю что никогда не думал что вот этот человек уже меня полчаса занимал надо следующего человека то у него такой расчет никогда не существовал вот сколько нужно было вот столько и был отец адриан я скажу был в то время такой такая личность который конечно все знали что старец но начать администрации как бы монастыря по момента на него так не смотрел и смотрел и как ну проблемный человек потому что все время вокруг него эти люди напал половина из них бесноватый они рвутся везде в мастер бегают по коридорам и поэтому иногда приходилось его ограничивать интересное такое высказывание наместник гаврил к нему относился вот как я рассказывала иногда приходилось ему терпеть ночи неприятные вещи и он говорит он сказал мне как-то однажды гаврюша меня вылечил у меня был был болячка а меня гаврюша вылечил то что он имел ввиду духовное в духовном смысле конечно в телесном смысле он стал просто развален после всех этих испытаний но в духовном смысле то что он усовершенствовал его гаврил гаврил поэтому он его всегда такой уменьшительно обласкать отец адриан еще был очень строгий а в то же время он он был из очень простых людей и все у него было очень просто то есть очень такая простота но у него была такая школа смирения что он очень часто говорил что он сам же имел дело с бесами то есть ему приходилось отчитывать это бесноватых и много-много людей видел то что он людей очень хорошо знал и и я я я просто иногда поражалась думала но это просто ученый какой-то там в этом смысле духовный ученый хотя у него был четыре года образования поскольку он был очень искусен в монашеской жизни и очень искусен в очень знал распознал коварства демонов он видел что что у людей есть и что вот какие какие демоны их уже крутит то есть ему это было ясно я думаю практически с первого взгляда а особенно через времени конечно когда стал там людей окорнять исповедовать и поэтому для всех для всех я думаю практически всегда настал момент когда он был уже не ласковый а очень строгий то что он мог такой скол смирения человек у человека проводить что но просто хирургии духовная и люди но я думаю что вот сам человек не понимает через чего он проходит он только по не он только вот вот это вопиюще так как бы не никогда не испытанная боль или ну как сказать не не совсем знаю как это воспринимать потому что ну особенно из америки ну такой разбалованные люди там никогда там же запрещается воспитывать людей то есть воспитывать детей нельзя нельзя не то что там это пошли это шлепнуть еще и оскорбительное слово нельзя сказать да а то можно само как бы само мнение можно уронить у ребенка он будет чувствовать себя как бы да что он неполноценен а тут такое 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 образование потому что он он понял что людей не делается лучшим от этого от этого баловство от того что всегда им говорят что они хорошие вот у тебя нет проблем у тебя нет недостаток ты хороший человек и тогда он лучше не станет он будет думать что он хороший и никогда не будет стараться а какие грехи я же хороший и поэтому но если человек хочет продолжаться в духовной жизни то он должен уже начинать подвергаться этому подвергаться этому если он сам не будет это делать то кто-то должен начинать его воспитывать там же старцы были монахи это вот я очень благодарю бога что я я хоть посмотрела на монахов вот как как древние какие то да сейчас я боюсь просто люди особо не неспособны к этому вот такой само мышление умертвление а это были люди люди вот о котором мы читали в патрики да и для них монашество это очень серьезная вещь и к этому надо готовиться поэтому просто сказать я как я хотела там в америке я пойду в монастырь для отца адриана это было очень легкомысляно был еще отец иоанн хотя я непосредственно кормлялась у отца адриана отец иоанн он был как можно сказать как как покровитель всех которые находились в монастыре и очень часто бывало что он ходит он проходит по улице и конечно все там толпа облипает со всех сторон то что он не может пройти был бы не отец филарет его келейник тогда он бы из храма не мог бы дойти до келья потому что невозможно все хотят слова трудно представить какая такая жизнь нам что они себе не принадлежит это видимо господь послала каких-то людей которые просто отталкивали иначе невозможно они просто не дошли бы до келья каждый день и просто изнемогали до до полусмерти но отец иоанн он допустим он может он мог бы пройти и потом просто остановиться и сказать человеку что-то судьбоносное то есть это это было обычное дело так но это был другой мир то есть люди приезжали и как-то остановили как брал и благословение у старца этот старец ему говорить что у него будет в жизни и поэтому но было бы нам необычное место я конечно понимаю почему владик тихон он так писал такую книгу потому что этого не надо не забывать я боюсь что в наше в современном мире связи с этой новой технологии и так далее люди очень сильно изменилась такое впечатление что я не знаю найдется ли человек который мог бы тянуть такой подвиг как они тянули может какие-то другие подвиги будут я не знаю это господь только знает но как они жили я не знаю я никого не знаю такого ну вот допустим отец адриан конечно правило него было огромное все время молился это когда он отчитывал людей отчитывал людей конечно или исповедовал у него был список этих людей и после исповеди он у него был долг за них молиться ну то есть не просто исповедовать и до свидания все это и каждый душу он про проходил через его сердца и долго по них о них молился иногда он мог всю ночь если если у кого-то была какая-то проблема он мог но просто ночью не спать и все молиться об этом человеке ну просто как ну потом обливаться и то он обычно обычно вставал когда я там жила по крайней мере вставал в три часа несмотря когда он лег если он лег в час неважно все равно встал в три и начал читать правила а это братья знают знают потому что кто-то из них иногда приходил и направила с ним читать но мало кто мог этого делать постоянно и а он и каждый день потом он по моему немного чуть-чуть отдохнул и уже начался прием людей когда он выходил уже принимать он он принимал весь день практически уже до до вечера до ну ну скажем до начала службы он однажды рассказывал что после службы пришел в келью и там запах табачного дыма в келье и это был бес вошел в кель ему и оставил такой в зловонии я думаю что очень очень много у него было таких опытов которые он никому не рассказывал есть старцы которые могут больше рассказывать о том что происходит и что он нет он был очень очень строгий он говорил что отчитывать бесноватых можно только по благословению то есть если твое начальство если начальство благословляет тогда хочешь не хочешь надо делать и его благословил и свой правящий архиерей и наместник монастыря но это не это не все он говорил что если человек будет отчитывать бесноватых у него должен быть очень аскетический он должен быть очень внимательный к себе потому что если то есть говорят что за каждого православного христианина один бес вводится все время а за монахо семь а за старца который отчитывает бесноватых можно предполагать что там целый легион и поэтому расслабиться не приходится если мы можем позволить себе не должны может быть как как монахини ну что-нибудь сладкое есть или что-то там проспать или ну разговаривать лишнее что что-то похохотать а ему нельзя я конечно это только потом стала как-то это полностью более глубоко понимать а тогда я ничего не понимала вообще опять таки таких старцев уже нет потому что я так поняла мое понимание это такое что очень очень многих людей практически у всех у нас всегда есть свои задние мысли а вот от такой старца у него нет такого что он хочет что не хочет ну то есть не то что нет но он постоянно отсекает этого потому что это монашеская жизнь все время свою волю надо отсекать и поэтому если если бы он этого не сделал он бы не мог так глубоко и и правильно вести других людей отсечение воли это дело очень непростое там это до костей уже все идет если уже так до конца это бывает больно и трудно это подвиг серьезная и господ не не всех дает такое задание когда он был когда он уже был в армии он рассказывал что господь его берег не только от того что его вранили от того что он кого-то убил сам он никого не не приходилось ему в кого-то стрелять и он считает что это самое великое благо что он сам никого не стрелял потому что ну по законам священник не должен пролить кровь и поэтому то что у него не было вот это препятствие против священства в какой-то момент он очень заболел что ли или ну он был по моему были у него какие-то болячки и просто отпустили его он пошел пешком домой и его определили работать на заводе военным военное время военный завод завод и в советское время не просто так отпросишь от своей работы ну уже война кончилась и он хотел уже идти в монастырь и он сделал некую хитрость то есть я конечно не знаю он уже был глубоким старцем когда но говорят что он был очень красивый когда был молодой очень много было желающих с ним познакомиться и на этом заводе одна девушка которая работала там влюбилась в него хотела замуж выходить за него ему дала письмо что у меня есть дом в каком-то городе и что все будет хорошо и я найду тебе работу я не помню точно что он сказал но в общем письмо такое было он пошел к начальству дал это письмо сказал что вот я жениться собираюсь у меня вот вот письмо и и в связи с этом то есть в монахи не отпускали бы если бы он сказал я хочу монахи они бы сказали нет никогда во веки веков но жениться пожалуйста его отпустили и он пошел сразу в лавру когда мне уже благословил уехать я не совсем знала что делать потому что но он давал мне знать что я буду скоро принимать ресофорный постриг сказал ты у тебя скоро будешь динякини я думала как потому что я не знала он меня в россии не благословил в женский монастырь я не знаю почему но сказал что можно ехать туда к матбригитти матбригитта это игумене монастыря которое было приняло монастырь при приятце серфи мороза и к ней благословил у нее тогда она тогда была на аляске там был такой небольшой женский скит который связан с плотиной а я приехала в москву и как раз в этот момент в москву приехал отец герман из этого монастыря и я сказала ну вот я не знаю сейчас куда меня идти и он сказал при приезжай к нам на аляску я сказал хорошо на аляске очень такое примитивно особенно тогда было не было мобильных телефонов только была рация то есть так люди друг с другом общались но с ними связаться было невозможно я не знала как как я я позвонила одной на аляске которая некоторое время была на аляске но по состоянии здоровья она уже переехала в Калифорнию я ей позвонила сказала если можешь как-нибудь сообщи что я приеду на какую-то дату ну она позвонила кому-то который жил на кодяке имел телефон и сказала что дай орацию по рацию что вот приедет на какое-то время в какое-то время какой-то дата Марк Карнилия ну то есть тогда не Марк Карнилия а вот Катерина люди которые живут там на аляске они все время слушают орации у них всегда включен потому что мало ли что случится а монахини нет они просто вот время от времени они включали если им надо было что-то передать сами но почему-то в этот день они сами не знаю почему они включили орацию и сразу через орацию пришел такой передачи это передача для сестер в монастыре сегодня приедет Катя сейчас у них свой остров но тогда они были сейчас в скиток где сейчас живут монахи это на горе и поэтому можно было видеть если самолет приехал прилетел тогда были такие air такси то есть самолетики которые как такси можно было садиться в Кадьяки и лететь по островам ну я садилась на этот самолет полетела садилась на понтоны в заливе я не видела как прилетел самолет они там одевалась спускалась туда и со своими с галошами мне передали галоши и мы пошли все вместе по болотам туда наверх а там на Аляске была жизнь так конечно очень суровая но очень радостная там удивительное место вот никто там который там был ушел как сказать с плохими впечатлениями я когда приехал сюда некоторое время я никому не сказала я думала я здесь я просто замерзну здесь то есть я просто холодно умру но потом как-то организм перестраивается и уже привыкаешь ну вот так я оказалась там на Аляске и у меня был клобок в чемодане который мне отдал один американский монах который впоследствии стал архимандрит Закей он мне старый клобок отдал у меня был клобок в чемодане ну спросила вот я сказала что да я хочу монашество и поскольку там в этот момент был этот священник решила меня сразу постригать в ресофор и этот как раз в этом клобоке и я такая и стала я потом поняла почему надо было так быстро то есть это божий промысл такой вот сразу как меня уже постригали в ресофор это произошло на узеньке где на монашеский залив где подвязался преподобный Герман в храме Сергей Герман Ланский мы плывем обратно в скит приезжаем и там сообщение что 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 мне надо сразу ехать в узенький это городок то есть маленький село поселение где-то три часа пешком в другую сторону острова где алюти живут что моя мама умирает и у нее был рак но как-то она была стабильна некоторое время но вдруг какое-то обострение пошло что надо было сразу с ней связаться и ехать обратно и ехать к ней поэтому я ехала я туда поехала к маме я уже была инакиня я поняла почему это надо было потому что может я бы и не вернулась в монастырь осталась бы там ну трудно сказать ну я приехала сюда и как я говорю как-то обновила знакомство опять тоже в том числе с владик Тихоном тогда как-то мы говорили я как-то предложила свои услуги как переводчица и он очень хотел чтобы письма отца Яна Кристианкина было на английском языке я взяла за этот проект и ну тоже мы взялась вообще наш скит вложенный Ксения потому что у нас тоже небольшое издательство что мы будем издавать и я стала над этим работать но со временем то есть он вот это я перевела издавала и стала продавать потом просил меня другой книгу Осипова путь разума в поисках истины здесь был уже православие существовал на русском и какие-то несколько монахов здесь решили они немножко владели английском языком решили делать английскую версию но переводы должны делать носители языка или или если не носитель то носитель должен их отредактировать просто переводить это недостаточно даже если смысл передается если не хороший не на хорошим языком читать никто не будет но это понятно вы же не будете по-русски читать то что ну совсем никуда не годится без грамматики просто не будь читать потому что тяжело он как-то думал думал я думаю что он владико не они не сразу решили меня уже назначать на это потому что ну там разные моменты и и ну потом уже сказали что делай что-то на пробу выбирай какие-то статьи или что-то ну и решили все уже отдать чтобы вести этот сайт я очень рада что вы спросили об этом потому что я писала эту статью в ответ на определенные события в америке ну все устали увлекаться этой передачи игрок престолов я знаю что даже среди православных есть очень много этот болельщики этой программе меня это просто ощерашивает и в общем какой-то в какой-то на каком-то сайте православном для молодежи один писатель писал статью что если вы можете как пережить некоторые неприятные моменты ну там насилие и так далее то стоит читать стоит смотреть там очень интересно ну что-то они как бы сравнивали типа с Гэри Поттер смотрим или может Толкин некоторые как бы сопоставляли Игра престолов и Толкин который ну Толкин стоит читать это же христианский писатель там же христианство пронизано все а это просто от станы я думаю поэтому и это целый шум был я решила уже что-то писать потому что ну вопиющий случай но поэтому это направлено больше было на молодежь эта статья они перевели на русском но конечно вызывало неоднозначные как бы ответы потому что ну может кто-то думал что немножко претензиозно я писала но я просто хотела показать что ни в коем случае не во всех ну как бы никакое воображение может оправдывать эту серию эту серию для православных христиан если если Игнатия святитель Игнатий Баринчанинов сказал что и на и на верный книг нельзя в руки брать то что говорит об этом сидеть часами тратить свое драгоценное время жизни силой смотреть на эту мерзость я скажу так что порнография в Америке это огромная беда потому что это как наркотик есть люди которые без этого не могут прожить один день естественно это портит всю жизнь они сами потом понимают что они уже никакой никак уже портится их возможность иметь нормальные отношения с другими с другим полом это уже не говоря о браке еще что то но вот один писатель писал заметил что на стал и показать игру престолов на порно сайтов потому что это порнография любой человек может понимать этого но они же сами признают порноторговли что это порнография и все если что то сказать ну знаете вот сейчас люди строятся больше в России как у нас всегда было в Америке что есть есть то что мы любим делать то что мы какие то есть может как бы от бога таланты или просто желание а есть суровый суровый реально жизнь что деньги надо зарабатывать на жизнь потому что все становится дорого часто бывает что у человека есть дар как художник но художники очень голодают но и поэтому он принужден вот ну что то такое совсем ну что то рисовать но не то что но совсем не то что он хочет да другие хотят писать хотят стать журналистами но потом придется вот это все лицомерие в мировой СМИ сейчас уже журнализм не то что было когда то но я хочу сказать одно что я реализовала заветные мечты только когда я бросила все и стала вот приняла православие и стала монахиня и вот все о чем я всегда мечтала вот как бы сбывается поэтому я бы сказала что не дум не надо думать все время об этом деньги и так далее делай заниматься надо тем что мы любим чтобы чтобы это было что-то для для Бога и для людей если это делается для Бога для людей то Господь всегда пошлил все что нужно то есть мы можем можем мы не будем миллионеры а может конечно это не исключено но всегда будет на жизнь да что то будет я просто хочу один пример яркий рассказывать у меня есть брать мой брат родной его жена она она из семи палестинцев и ливанцев православных они исконно православные то есть уже она воспитывалась православной верой и ее брать в детстве у него была только одна любовь бейсболной карты вот этой карте где изображение всяких игроков игроков бейсбола это страсть его было он это только этим занимался всегда вот у него огромный склад и там просто было горы этой бейсболной карты и мама его она плакала что мы что будет из моего сына у него только одна мысль бейсболной картой чем он будет деньги как он будет семью кормить но получилось так и оба они были такие но один старший был больше на это как бы это увлечен а представьте себе у них бизнес сейчас он он торгует по интернету бейсболными картами и он содержит и себя и брата со своей семьей и мама и папа то есть мама и папа его его отец там занимается рассылками брат занимается компьютером он тоже он занимается коллег он коллекционер и он три семи не только себя три семи содержит на этой карте поэтому нельзя нельзя исключить вот сказать что я я вот это люблю но я делать этого не буду я буду глушить это в себе потому что это деньги не зарабатывает я считаю что это это неправильно всегда надо надо как-то себя развивать и и и просто как бы иметь такой как бы разговор с господом что господи я вот это люблю вы мне дали этот талант давайте вместе сделаем возможность размножить во славы твои во славы и на пользу людей чтобы 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 всем было хорошо и господь конечно в таких условиях а что он скажет хорошо мы будем делать только ты будешь вообще без денег без конечно он он поможет да я я много таких случаев видела да да Стивен Джобс так говорил у него бы известный известный такое речь молодежь яркий пример такого такого подхода к жизни но только без без духов этот христианский составляющий христиан он он он